Девушки отдыхают 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 И отправил книгу, вот такую, отправил фильмы, назвал их избранные фильмы, там дела с садоводством плохие, я рассказывал, приводил примеры из официальных источников, официальных, подчеркиваю, как плохие дела. Хотел им помочь. Знаете, что там написано? Я, наверное, сюда пришпилю этот самый, то есть сюда вставлю помощник по монтажу, вставить сюда фото письмо, то есть не фото письмо, а фото сделанное из письма мной сделано. Письмо официальное, там написано, что вы сибиряк, ваших этих, ну, читайте сами, в общем, не нуждаемся. Вот, а самое страшное, что там было написано, это самое страшное, что можно только вообразить. Димаш, отойди, глаза заплачут. Вот, все, начинай кушать, хватит. Начинай кушать. Пусть пока остынет. Вот. Страшное заключается в том, что там написано, что я железо против обрезок, а они категорически за. Остальное, видите, письмо. Пусть даже немножко полминуты оно вот тут вот светится. О, да, ребята, произошла селекция, но уже среди людей. На что я рассчитывал? Когда я отправлял Путину посылку в шесть книг. Вот. Когда отправлял посылку Лукашенко, все крутили в виска. Не потому, что я не прав. Вы догадайтесь, почему. Селекция людей произошла. Вот. Ну что, остальное где мы увидим? Средимся за компьютером. Может, еще в саду встретимся. Ну, наверное, уже во время светения. Ну, Тимоша, приятного аппетита. Вот, еще хотел сказать... Ты скажи, рукой попробуй, по-моему, горячий. А? Я еще хотел сказать... А, ты скажи. Вот смотри, мы с тобой всю зиму бываем на это, на качель. Ну, как называется? Детский городок или как? Детская площадка. Я не встречал там ни разу никого из детей. Где твои сверстники? По компьютерам? Да. Ответ однозначный. Вот это грустная история, иначе я не стал бы снимать этот маленький фильм. Конечно, если миллион человек поведет своих детей в лес, не имея опыта, они сожгут все леса, это понятно. Вот. Это ясно. А вот так вот, в то же время, никто не отменял походы, песни, гитары, костры. Если это все с умом. И тогда оказывается, что наши дети, хотя бы некоторые из них, все-таки вырастут нормальными детьми. Да. Я имею в виду полноценными. Я уже первый раз на костре поджигаю, то есть жарю колбасу, и уже получилось. Ты считаешь, что вкусно? Ага. Ты считаешь, что все слюны захлебнутся? А ты знаешь, что две большие разницы. Колбаса на костре, даже колбаса, я уж не говорю про шашлыки из баранины или из свинины. Даже колбаса гораздо вкуснее. Вот скажи. Вкусно? Да. Вот. А еще потому, что мы поработали, мы ходили по всеснежному саду, мы заготавливали черенки. Мы устали, мы проголодались. Но я буду есть после захода солнца, но это отдельная история. Может быть, я расскажу вам про него, но уже сидя за компьютером. Но жаль, что останется у них память, эти мышцы, которые будут завидовать. В саду, когда ты был, завидовали, весь в этих самых плодах, что даже противник забыла давили. И тут будут завидовать. А вместо этого пусть они берут детишек и едут в лес, или идут в лес. Или хотя бы на детскую площадку. Это же ужас. Опять 10 дней этих праздничных новогодних. И опять ни одного я уже орать начинаю.